Всем привет! В прошлый раз я рассказывал вам про кэшированные переменные, как задавать их в CMake файле. А сегодня вы узнаете, как можно задавать эти переменные через командную строку. Я возьму, к примеру, этот проект, который у меня был в прошлый раз. Я могу даже все отсюда удалить из папки build, чтобы он у меня был чистым. И здесь у меня есть такой CMake файл. Теперь я попробую задать какие-то кэшированные переменные через командную строку. Для этого я открываю командную строку. Вот у меня есть здесь CMake лист. Теперь я захожу в папку build и запускаю CMake. Пишу CMake. Дальше две точки. Это для того, чтобы перейти на уровень вверх. То есть я сейчас нахожусь в build. Две точки переходят на уровень вверх. И отсюда будет уже искаться файл CMakeList.txe. И дальше я пишу "-d". И после d я могу указывать какую-то переменную. Допустим, пускай будет my var. Дальше пишем двоеточие. Потом мы должны указать тип переменной. Пускай это будет boolean. Потом пишем равно. И чему она будет равна? Пускай будет on. Запускаем. Тут вы сразу можете увидеть предупреждение, что данная перемена она нигде не используется. Ну потому что мы ее здесь нигде и не использовали. И таким вот способом, с помощью параметра "-d", мы указали CMake, что мы хотим использовать такую переменную с таким типом и таким значением. Теперь мы можем зайти в папку build и открыть наш CMakeCache. Тут вот чуть ниже мы увидели, что у нас есть теперь перемены my var типа boole и имеет такое значение on. Причем перемены можно указывать даже несколько раз. Можем указать, допустим, еще пускай будет my var 1. Также тире t my var 2. И допустим еще третья перемена. Причем нам даже не обязательно здесь указывать этот пробел. Мы можем даже без пробела писать my var третья переменная, пускай будет string, my string. И после того, как мы задаем так кешированные переменные, они перезаписывают то значение, которое у нас уже находилось в кэше. То есть получается такой эквивалент вызова функции set с параметром cacheForce. Указывая таким образом переменные требуются только один раз, так как потом они уже хранятся дальше в кэше. То есть их уже не нужно будет потом указывать в следующий раз при вызове семейка. Открываем кэш и видим, что старая перемена у нас осталась. Также появились еще три новых var1, var2 и var3. Теперь если мы просто запустим семейк, вообще без переменных, они остаются у нас в кэше. И дальше мы можем их уже здесь как-то использовать. При указании переменных через командную строку у нас получается еще пустое описание. То есть так как мы здесь указывали вот это вот описание, которое у нас показывается потом в GUI семейка. И если мы сейчас откроем графический интерфейс, открываем семейку и теперь мы видим, что у нас появились вот эти четыре переменных. Если мы сейчас наведем мышку, чтобы посмотреть описание, то у нас тут всплывает подсказка, что у нас нет описания для переменных, заданных через командную строку. Ну и через GUI мы можем дальше уже изменять все вот эти переменные, которые у нас хранятся в кэше. Вот есть еще пример задания некоторых переменных. Как вы видите, здесь значение переменных еще содержит пробелы. И для того, чтобы нам использовать пробелы, нам нужно будет после параметра D обрамлять все в кавычке. То есть пишем параметры D, дальше в кавычках пишем название переменной, ее тип равно и значение кавычкой закрывается. Также тип переменной здесь еще может быть опущен. И в этом случае итоговый тип у нас уже будет другой. Мы можем это также проверить. Скопируем, вставляем в командную строку. Открываем кэш. Видите, у нас появляется эта переменная с неинициализированным типом. Этот тип чем-то похож на тип internal, то есть он у нас в GUI не отображается. Если мы сейчас еще раз откроем графический интерфейс, то этой переменной здесь мы уже не найдем. Но он у нас все равно существует в кэше. Мы можем его использовать в CMakeList.txt. И есть такой общий совет. Через командную строку лучше всегда указывать тип переменной. Для того, чтобы другие люди, которые могли потом открыть наш проект, могли сразу увидеть все переменные, которые заданы через командную строку. Чтобы не лазить потом в кэше. Также мы, конечно, можем помимо задания переменной, можем еще также менять их значение. Зададим еще раз. Заходим в кэш. И теперь был у нас изменился на off. Также, кроме возможности устанавливать кэшированные переменные и командной строкой, мы также можем их еще и удалять из кэша. Для этого нам потребуется параметр u. То есть мы пишем все то же самое, только вместо минус d мы пишем минус u. И также удаляем тип и значение переменной. Нажимаем Enter. Заходим в кэш. И все наши переменные отсюда исчезли. Мы также можем удалить и остальные переменные. 1, 2 и 3. Смотрим, все наши переменные отсюда исчезли. Открываем графический интерфейс. Все, здесь их тоже нет. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующем ролике, где мы поподробнее разберемся с графической оболочкой CMake. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.